итак дорогие друзья рада с вами встретиться я надеюсь что вы тоже отдохнули и предположим что вы обнаружили что часто или длительное время вы находитесь в пространстве которые я только что описала и это состояние жертвы является для вас например свойственным или часто проживаемым что же делать в связи с тем что коллектив академии успеха является примером жизни верхней части пространства сознания мы знаем точно и абсолютно четко проверим на себе что из этого состояния из этих драматических переживаний человек имеет возможность перейти в это пространство переживать свою жизнь наслаждаться ею и находиться не просто иногда а постоянно сто процентов своего времени вот в этом пространстве который я называю пространство любви и так чтобы мы с вами понимали друг друга я буду называть вот это пространство любви а вот это пространство драмы вот эта позиция жертвы а вот эта позиция творца и так какие инструменты лично я использовала для того чтобы уйти навсегда из этого пространство драмы и для того чтобы переселиться навечно то пространство которое я называю пространством любви и радости безусловно основным методом который я использовала и продолжаю использовать является ежедневная медитация ежедневная медитация и ежедневное очищение своего ментального тела от впечатления ума которые я накопила в течение дня я использую практику которая тоже называется естественный путь и меня этой практике обучил великий мастер святой партасарадхи раджага палачари он является учителем мастером метода раджа йоги который я начала использовать 14 лет тому назад об этом я вам расскажу в отдельном видео тренинге и с радостью познакомлю вас с этой методикой если же вы хотите узнать об этом сейчас напишите мне об этом и я обязательно расскажу вам где узнать эту информацию и где получить возможность обучиться этому методу бесплатно чтобы использовать его с радостью точно так же как я его использую мой муж и все мои родные и близкие кроме этого я использовала программы для перепрограммирования подсознания потому что не как вы знаете то что мы думаем воздействует на нашу жизнь то что мы думаем то мы и живем и то что лежит нашем подсознании является руководящей силой всего того что притягивается в нашу жизнь и того что мы создаем нашей жизни поэтому если вы сегодня находитесь часто или достаточно часто или постоянно если вы находитесь в этом состоянии главное не теряйте веру что вы можете безусловно переместиться как и мы в пространство любви для этого можете использовать программы для перепрограммирования подсознания которые предлагает академия успеха первого первое чего не хватает людям живущим в пространстве драмы как определили мы на своем личном опыте и как определили мастера познавшие мир с высоты высшего сознания и контактов полного с творцом это истинная любовь к себе поэтому всем людям которые начинают работать с нашими программами для того чтобы освободиться от негативного состояния сознания перейти в позитивное состояние сознания мы рекомендуем использовать прекрасную программу которая называется истинная любовь к себе эта программа использует технологию перепрограммирование подсознания созданную соединенных штатах америки которые используют уже много лет многие люди и она принесла прекрасные результаты лично нам и нашим слушателям следующую программу которую мы рекомендуем это чувство собственного достоинства потому что как вы видите чувство собственного достоинства это очень высокое состояние сознания она находится в пространстве любви и если мы не выстраиваем своем подсознании чувство собственного достоинства не реанимируем его потому что чувство собственного достоинства является как и святость радость безусловная любовь или разумность или состояние благодарности эти все качества являются просто естественными качествами нашей души если мы не реанимируем эти состояния то мы сами не можем находиться в этом пространстве если мы не освободим свое подсознания от всего того, что нас ограничивает, то мы будем по-прежнему пребывать в тех вибрациях, которые для нас разрушительны. Также прекрасной программой для того, чтобы перейти из состояния драмы и позиции жертвы в позицию Творца является программа «Свобода от негативного прошлого», потому что, как вы понимаете, наше негативное прошлое, как правило, заполняет наше подсознание травматическим опытом, верованием в то, что жизнь сложная, что люди вокруг враги, что надо всего бояться, доверять никому нельзя, что жизнь безрадостная штука, счастливым быть невозможно, я ничего не могу себе позволить, я человек бедный и так далее. То есть огромное количество негативных программ внедряется в наше подсознание и уже внедрено в наше подсознание с помощью негативного прошлого. Чтобы от него освободиться, мы создали программу, которая помогает освободиться от этого, а значит освободиться от состояния страха за будущее, и это позволяет человеку мягко, постепенно передвигаться дальше. Безусловно, очень сильной программой является свобода от страхов, депрессии и стресса. Но эта программа нужна тем, кто, к сожалению, получает опыт на самом низком уровне сознания, в состоянии депрессии. И эта программа нужна только для людей, которые переживают вот эти самые тяжелые состояния. При этом, если характерно для вас переживать эти состояния, в первую очередь я рекомендую вас прекратить себя за это осуждать, прекратить чувствовать вину перед родными и близкими, потому что это состояние все равно так или иначе переживается каждым человеком рано или поздно. И этот опыт зачем-то нужен нашей душе для того, чтобы, возможно, обогатить знания о себе, о сознании, вселенскую нашу семью. Поэтому, если мы прекратим себя осуждать, будем использовать помощь этой программы, к нам вернется способность создания прекрасного состояния радости, и наше тело возобновит возможность вырабатывания гормонов радости, серотонина и эндорфинов вместо того, чтобы переживать состояние очень тяжелое. Безусловно, на нашем сайте вы можете найти значительное количество различных программ прикладных. Когда человек создает базу в подсознании, базой является чувство любви к себе, гармония, принятие, чувство собственного достоинства, человек может решать любые прикладные задачи, улучшение финансового состояния, улучшение отношений в жизни, приглашение к себе самого истинного возлюбленного. И для решения любой из этих программ, в смысле для решения любой из этих прикладных задач у нас на сайте вы можете найти замечательные программы, которые помогут вам быстро внедрить в подсознание нужные аффирмации, нужные установки без сопротивления нужной установки, без усилий, минуя фильтры подсознания и поможет вам это сделать с максимальной скоростью и с максимальной эффективностью. А мы с вами продолжим изучение прекрасного инструмента шкалы вибрационного уровня сознания, созданной профессором, учёным и духовным учителем, замечательным человеком Дэвидом Хавкинсом, который живёт в Соединённых Штатах Америки. Эта информация описана в его книгах. Одной из самых известных книг является «Power vs Force». Эта книга переводится как «Сила против мощи» или «Физическая сила против тонкой силы». Я думаю, это будет более точное название. Пока эта книга не переведена, к сожалению, на русский язык, поэтому я с радостью делюсь с вами этой информацией и более подробную информацию. Наш личный перевод этой книги в кратком содержании вы можете получить, если вы напишите нам письмо, указанное на нашем сайте и который будет указан в конце этого видеофильма. И тогда мы пришлём вам и эту шкалу сознания. Вы можете её не переписывать, не тратить на это время. Мы пришлём вам другие рабочие материалы, которые будут вам полезны в работе с этой информацией. Итак, на сегодняшний день основное население Земли, к сожалению, продолжает пребывать в состояниях сознания, которые описаны ниже двухсот условных единиц света. Состояние вибрации нашей планеты и человечества резко меняется. Поэтому есть надежда, что всё больше и больше людей будет переселяться, так сказать, в пространство, которое я назвала драма, в то пространство, которое называется пространством любви и света. И чем больше людей на Земле будет жить вот в этом пространстве, тем больше наша планета Земля будет похожа на рай, тем больше счастья мы будем дарить друг другу и себе, тем больше любви будет в принятии каждого нашего решения, тем больше любви будет в том, что мы называем бизнес, в том, что мы называем творчество, в том, что мы называем медициной и образованием, в том, что мы с вами называем жизнь. Поэтому переход личный из этого пространства в это дает нам возможность переживать состояние счастья, но в то же время это становится как бы кирпичиком в создании новой Земли, жизни на новой Земле. И поэтому наша ответственность за изменение сознания, она не только перед нами, она не только перед теми, кто рядом с нами, она перед всей семьей человеческой, и перед нашей планетой, и перед нашим Творцом, перед всей Вселенской семьей, частью которой мы с вами являемся. Состояние сознания, которое переживает человек в пространстве любви, характеризуется определенными эмоциями. Это состояние уверенности в себе, когда человек просыпается и знает, что он творец своей жизни. Он может все, что он задумал, он доверяет себе, он видит во Вселенной пространство и площадку, которая взаимодействует с ним, и видит в этом потенциал и возможности. Это состояние 200 — это первое состояние, где потенциал человека начинает раскрываться и начинает цвести. Следующее за этим состоянием — это состояние объективности, нейтральности. Человек в этом состоянии находится как бы в состоянии тишины, прислушивания к себе. Это неравнодушие, это небездейственность, это момент в каком-то смысле замирания, когда человек понимает, что ему нужно что-то познать, что есть много секретов и тайн, которые позволят ему присоединить к своим собственным силам, к своей собственной воле, к своим собственным знаниям что-то еще значительно более мощное, важное, чудотворное в каком-то смысле. И поэтому человек пребывает в каком-то состоянии готовности к принятию совершенно новой парадигмы, нового программирования и нового места самого себя в этой Вселенной. Это состояние, оно красивое по переживаниям, человек находится в состоянии гармонии с собой, он имеет огромный уровень счастья по сравнению со всем тем, что переживают люди, в состоянии драмы и в позиции жертвы. И человек постепенно передвигается к чувству собственного достоинства. Слово «достоинство» имеет в себе корень «достать», то есть с этого момента человек имеет возможность, реальную возможность, прикоснуться реально к своему потенциалу, возможно только в первый раз познакомиться со своим внутренним творческим потенциалом, потому что по своей природе, по истинной природе души мы с вами все являемся творцами, и нет человека, который не обладал бы творческим потенциалом, есть только люди, чей творческий потенциал завален негативным программированием в подсознании и ограничениями, связанными с переживанием прошлого, травм и негативного опыта. Здесь человек подходит к моменту, когда он очищается настолько, что чувство творящей силы начинает как бы проникать в его пространство, он начинает знакомиться со своим творческим началом, своими творческими прекрасными возможностями, применяя которые он принесет пользу всему человечеству. и в каком-то смысле принося его и эту пользу родным, близким и окружению вокруг себя. Как вы понимаете, например, в состоянии высокомерия и гордыни люди могут создавать бизнесы, могут создавать корпорации, могут создавать товары, но здесь все делается на уровне борьбы с препятствиями, эгоизма и подобные, в состоянии страха потерять, в состоянии эго это я, это я, это я. Здесь человек приобретает чувство достоинства и волю сотворять, при этом не делать что-то из эго, а сотворять в единстве со своим источником, с людьми окружающим его, и здесь совершенно нет чувства эгоизма на том уровне, на котором есть это чувство здесь. Здесь чувство эгоизма, безусловно, также сохраняется еще, но его доля, его качественное воздействие на качество услуг, товар и произведенного творения совершенно меняется, качественно уровень любви в созидании и в творении преобладает над уровнем эго. Дальше человек, здесь укрепляется воля, творящая воля, потому что творческая энергия и воля это те две составляющие, которые необходимы для манифестации на очень высоком вибрационном уровне. И дальше человек передвигается к состоянию принятия и благодарности. На этом уровне сознания человек осознает широту картинки мира, он осознает свое место во вселенской игре, он осознает значимость бытия на планете Земля в человеческом теле, он осознает значимость каждого человека как равного из всех тех, кто живут сегодня на Земле, начинает таять резкое дуальное отношение к тому, что есть на Земле и к людям, и человек начинает приобретать способность благодарить. Благодарить за весь этот опыт, который прожит, благодарить за все сегодняшнее, что есть, благодарить Вселенную и Творца за все то великое творение, которое мы видим, чувствуем, проживаем и осознаем. Люди, когда они проживают в состоянии драмы, им очень тяжело прощать. Люди, когда подходят к началу осознанности, они начинают свой первый опыт прощения и приходят к уровню принятия, когда поднимаются вот так высоко. На этом уровне сознания прощению нет уже места, потому что нет состояния обиды, претензий и жалоб ни в каком смысле. Человек на этом уровне благодарит каждого, кто принес ему боль-урок, видя в каждом посланника Творца, посланника своей Души, указочки своего тонкого места, которое требует трансформации, и возвращает за любой опыт, опыт-боль, опыт-урок, только благодарность и любовь, моментально фокусируясь на том, что необходимо исцелить внутри самого себя, что необходимо трансформировать внутри себя, что нужно изменить внутри себя, чтобы изменить свою Вселенную. Здесь же, когда люди прибывают, когда они хотят менять мир, они хотят менять все внешнее, они хотят менять всех вокруг, считая, что, безусловно, они находятся в состоянии правоты и они просто жертвуют тех или иных людей, тех или иных состояний, тех или иных ситуаций в жизни. Здесь человек, когда он находится на уровне принятия и благодарности, он видит возможность, здесь человек видит потенциал проблем и страхов и видит постоянно тупики. Здесь создается тенденция мышления, которую мы называем оптимизмом, то есть в стакане, наполненном наполовину, человек видит полстакана воды, здесь человек видит пол пустого стакана. Вам это все известно, я не буду на этом сохранять ваше внимание дольше. Просто вы должны понимать, что когда человек приходит к состоянию принятия и благодарности, уровень его счастья настолько велик, что он подходит ко второй своей ловушке на пути к самопознанию, к самореализации. И я вам напомню, что первой ловушкой является вот это место, экватор сознания, как я его называю, когда человек обретает уже такое количество энергии, что он способен творить, он способен стать крутым, значимым, он достигает различных карьерных успехов, он достигает успехов в плане накопления имущества, строительства домов за семиметровыми заборами, накопления нарядов, машин и так далее. То есть мы все знаем, что это такое. Это уровень сознания еще называется голливудским сознанием или глянцевым сознанием, когда человек стремится к состоянию глянца, к состоянию накопительства. И это является первой ловушкой, в которую человек может пребывать много жизней подряд. Если же человек преодолел этот уровень сознания и двигается дальше, он подходит к своей второй ловушке, подходя к состоянию принятия и разумности. Почему это место также является ловушкой? Потому что уровень счастья такой высокий, что когда ты смотришь на все основное население Земли, тебе кажется, что ты достиг невиданных высот, что ты достиг того, что и не снилось. Ты практически постоянно находишься в состоянии радости, в состоянии какой-то удовлетворенности, ты можешь все, ты управляешь своими состояниями, ты, безусловно, обучаешься манифестировать желаемое, тебе легко удаётся реализация планов, и отношения очень комфортные, потому что в этом состоянии человек приятен всем, и он в первую очередь приятен самому себе. Здесь уже есть возможность накопить достаточно знаний о себе, о мире, методик работы с собой. Я могу сказать, что автор книг «Разумный путь» Александр Сияш, наш друг, партнёр и главный дистрибьютор нашей продукции на территории России, он очень много посвятил времени в своих книгах для того, чтобы описать, как прийти из этого места к этому очень высокому уровню сознания. И я вам рекомендую, если вы где-то здесь плаваете или ныряете в эти состояния, и никак не можете справиться в том, чтобы закрепиться в пространстве любви, я очень рекомендую вам прочитать книги Юлии Сияши и Александры Сияши. Они сделали прекрасную работу, чтобы пояснить людям, как работать с этими состояниями. Мы рекомендуем тем людям, которые поднялись до этого уровня сознания, посмотреть на наши программы в серии духовности, потому что там предлагаются программы, готовящие подсознание к принятию самого высокого уровня мировоззрения, когда у человека есть возможность прикоснуться не просто к каким-то высоким уровням сознания, но к своей истинной природе. То есть начиная с этого времени, с достижения вот этого уровня сознания, человек получает возможность входа в совершенно новое пространство. И несмотря на то, что здесь каждый шаг кажется невысоким, 500-540 единиц, 540-600, это фактически пересечение с четвёртого уровня сознания в пятый уровень сознания, с пятого уровня шестой, с седьмой уровень сознания. Это колоссальные эволюционные квантовые скачки. Когда человек становится тем, кто он был в момент творения, когда его душа обретает абсолютную свободу, очень рекомендую вам посмотреть программу «Свобода моей радости», «Новое Я», «Гармония», «Радость», «Любовь и принятие», «Семь духовных законов», «Принципы мастерства», «Моя харизма» и так далее. То есть это программы для тех людей, которые начали осваивать нижние уровни высокого сознания или достигли уже высокого уровня в состоянии драмы, но они уже контролируют какие-то ситуации, они обладают достойным запасом энергии и ресурсов, и они чувствуют, что они здесь застряли, им здесь начинает надоедать, здесь начинает быть скучно и здесь начинает быть бессмысленно. Если в этот момент не начать осознанное движение вверх по шкале, не начать развиваться, есть возможность падения назад на самое дно сознания, к самым глубоким депрессивным состояниям сознания. Вы знаете, что люди, которые достигли высот в искусстве, люди, достигшие высот в накоплении материальных ценностей, и они в итоге заканчивают свою жизнь самоубийством, наркотическими зависимостями, алкоголизмом. Это все происходит именно потому, что они не преодолели свой первый капкан и свалились вниз. И также есть люди, которые занимались наукой, становились авторами книг, произведений. Наука, кстати, вся находится практически на 400 условных единиц света. И она по своей структуре является потолком вот в этой шкале сознания, и она не пускает ученых двигаться дальше. Но такие ученые, как Эйнштейн, например, они преодолели ограниченность этого уровня сознания, и они пошли дальше в своем личном восприятии себя, мира и взаимодействия с Творцом и с жизнью. И они пошли дальше в своей личной, не научной деятельности, а именно в своем личном освоении пространства любви. Поэтому, если вы достигаете вот этих состояний, мы очень рекомендуем вам использовать программы, которые помогут вам пройти успешно в следующий уровне сознания, где нас ждет любовь, безусловная любовь, радость, благодать, святость, мир и гармония. Эти состояния являются наиболее естественными для человека. Они являются истинной нашей природой. И подсознательно, что бы мы с вами ни делали, мы все равно стремимся домой. И нашим домом является именно чистая природа нашей души, которая характеризуется вот определенным, уважаемым доктором Хавкинсом сознанием, уровнем сознания 500, 540, 600 условных единиц света и до 1000. А в эмоциях и в состояниях, которые проживает человек, при раскрытии своей истинной природы, это такие прекрасные эмоции, как любовь, безусловная любовь, радость, благодать, гармония, мир и святость. Мне хотелось бы с вами еще немножко поговорить о радости. Испытывают ли радость люди, живущие в состоянии драмы? Конечно, испытывают. Какую радость они испытывают? Вот это я хотела бы с вами уточнить. Мы с вами сложные существа. Мы состоим из физического тела, эмоционального тела, ментального тела, духовного тела. Наше физическое тело имеет определенные потребности. Когда мы удовлетворяем эти потребности, мы с вами испытываем радость. Эта радость не относится к этой радости. Здесь имеется в виду радость души и радость духа. Когда мы используем, когда наше тело получает удовлетворение физических потребностей, это радость физического тела. И она прекрасно, она тоже высоко вибрирует, если это потребность, которая задуманная природой. Если же мы развиваем с вами зависимости, например, обжорство не является нашей потребностью, у нас есть потребность качественной высоко вибрационной пищи. Когда мы получаем чистую воду, чистой воздух, высоко вибрационную и качественную пищу, наше тело радуется. Если же мы с вами развили излишние зависимости, и мы имеем с вами проблемы с этим, и, например, мы с вами очень любим тортики или шоколад, и у нас есть зависимость к сладкому, то, когда мы получаем сладкое, мы как бы тоже испытываем радость. Но эта радость уже низковибрационная, она относится к эго радости. И она не может быть отнесена к тому, что для вас может являться компасом, если я чувствую радость, значит, я всё делаю правильно, я нахожусь на высоком уровне сознания. Или, например, человек настолько измучился в отношениях, где есть претензии, обиды, жалобы, страхи, депрессии, и он вдруг пошёл в абсолютный разгул и испытывает радость от удовлетворения своих сексуальных потребностей. Он не может сказать, что великий доктор Хавкинс сказал, что радость – это фактическая святость уже. И если я испытываю радость от этого, значит, я поступаю правильно. Я хочу, чтобы вы не обманывали себя, потому что мир устроен таким образом, что мы на самом деле никогда никого, кроме самих себя, обмануть не можем. Мы должны с вами понимать, что мы испытываем позитивные состояния, когда двигаемся от более низкого состояния к более высокому состоянию. Это естественно, но это не является радостью. И когда мы испытываем, когда мы удовлетворяем наше эго, эго – наша тоже существенная часть, а эго всё время хочет иметь, всё время хочет гарантии, всё время хочет контролировать, манипулировать. У эго есть свои определённые качества. Когда мы каким-то образом ублажаем наше эго, на короткое время мы испытываем какую-то радость. Но эго никогда не может быть счастлива долго. Оно моментально кричит больше, оно моментально кричит опять, ещё, ещё и ещё. И нам кажется, что вот-вот же мы были рады, мы столько приложили сил, чтобы чего-то достичь. А радость эта была кратковременная. И зачем нам такая радость, которую вот так тяжело нужно достигать? Так вот, такого рода эго-радость или радость от удовлетворения наших зависимостей не является той радостью, которая написана вот в этой шкале сознания. Это радость нашей души, это радость нашего духа от того, что мы освободили саму радость, и мы освободили себя, мы освободили свою истинную природу, мы освободили любовь, мы освободили свой потенциал, мы освободили Творца, живущего в физическом теле на Земле. Я желаю вам радости, истинной радости вашего духа. Я скажу вам, что любые усилия, физические, ментальные, эмоциональные, интеллектуальные, стоят того, чтобы навсегда покинуть пространство драмы. Я это сделала, и вы сможете тоже. Желаю вам радости.